Врачи ближе. 20 районных больниц обзавелись новыми каретами скорой помощи. Город в цифрах. Наша телекомпания отметила свой 19-й день рождения. Лебединое озеро. Амурские моржи станцевали на открытии сезона зимнего плавания. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Три десятка карет скорой помощи разъехались по 20 районам Приамурья прямо с площади общественно-культурного центра. Там ключи от новеньких авто медицинским бригадам торжественно вручил губернатор Приамурья Александр Козлов. Праздник на площади ОКЦ отмечали двойной. Новые скорой вручили как раз в день Конституции Российской Федерации. Как точно отметил губернатор, доступность медицинского обслуживания – одно из неприкосновенных прав человека, закрепленное в главном своде законов страны. Во время моих поездок по области жителями Амурских сел, городов неоднократно обращались ко мне с просьбой посодействовать в обновлении автопарка медицинской службы. Эта проблема назревала очень давно. Как я отметил Владимир Владимирович Путин, люди не должны страдать, пока мы принимаем решения. Нам вместе удалось реализовать масштабный проект по приобретению автомобилей медицинской службы. Обеспечить больницы при Амурье новыми машинами помогло плодотворное сотрудничество правительства Амурской области, партии «Единой России» и компании «Газпром». Один автомобиль обошелся более чем в 470 тысяч рублей. В заводской комплектации предусмотрены полозья, куда ставятся носилки, а также откидные сидения для фельдшера и врача. Остальное медоборудование есть на местах. Его переставят из старых машин. Процент изношенности автомобиля уже 100%. И в течение года жители Ерофей-Палыча хотели бы новый автомобиль, чтобы более качественный, чтобы более доступнее была оказана медицинская помощь населению поселка. Я думаю, что после технического обслуживания на месте уже подтянут, заправят и он будет в строю. В областном центре остались только две скорые. Остальные подарили северным районам, так как именно там из-за больших расстояний и сурового климата врачу, как правило, сложнее добраться до пациента. Притрасовые поселки Бама удалены от города Тынды на 350-280 километров со сложной логистической доступностью. И сегодня полученные автомобили, полноприводные, высокопроходимые санитарные автомобили, конечно, улучшат ту обстановку, доступность медицинской помощи. Ольга Туманис, Михаил Величкин, программа «Город». Депутаты Госдумы в очередной раз предложили сократить количество праздничных выходных. Теперь они считают, что отдыхать россияне должны лишь по особо значимым датам. На Новый год, День Победы и День России. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. По мнению народных избранников, многочисленные праздничные дни негативно влияют не только на здоровье нации, но и на экономику страны. Последнее, по их данным, недополучает до 3 миллионов рублей. На 20% снижается промышленное производство. Вместо этого депутаты предлагают увеличить отпуск россиян на 10 дней. Напомним, предложение сократить, в частности, новогодние каникулы уже рассматривали в Госдуме в прошлом году. Тогда законопроект принят не был. Бесснежная зима добавила хлопот всем, кто отвечает за безопасность горожан во время новогодних праздников. Меры профилактики ЧАЭС обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при мэре Благовещенска. Готовиться к торжествам специалисты начали еще в ноябре. Их задача – проверить все объекты, а их в общем 52, где планируются массовые гуляния. Культурные центры, детские сады, школы и даже больницы. Большую часть уже проинспектировали. Нарушений не нашли. Этому есть объяснение. Одни и те же площадки принимают торжества не первый год. И алгоритм подготовки там отработан до мелочей. Проводим противопожарные структажи с рабочим персоналом. И требуем от них, чтобы они также дополнительно провели перед самим мероприятием противопожарные структажи, направленные, естественно, на предотвращение пожаров. Именно с тем персоналом, который будет задействован в проведении данных мероприятий. Только в школах и детских садах в этом году пройдет 617 утренников для почти 36 тысяч ребят. И если там пиротехника использоваться не будет, то остальные горожане вряд ли ограничат себя в залпах. А сделать это стоит. Ведь естественного защитного покрова в виде снега этой зимой нет. И вероятность возгорания очень большая. Зима не снежная. И сегодня практически листва прошлогодние. У нас практически земля вся обнажена. И нет снега, который практически на протяжении всех лет был также средством предупреждения, наверное, безопасности в определенной степени. Исходя из этого, быть более бдительными и более внимательными ко всем мероприятиям. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город». Благовещенцам предлагают устроить Новый год для всех. Ежегодная акция с одноименным названием стартовала в столице Преамурья. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи и Центр выбор собирают желанные подарки для детей-сирот. В торговых центрах у нас располагаются елочки, на которых висят пожелания деток из социальных приютов. И каждый желающий гражданин нашего города может взять данное пожелание и исполнить заветное желание ребятеночка. Мы также думаем и уверены, что наши граждане откликнутся и сделают хоть на один день, но счастливее ребенка. 40 новогодних пожеланий воспитанников социальных учреждений уже исполнены. Еще столько же открыток с пожеланиями продолжает висеть на елках в торговых центрах «Реалы Перекресток». Подарки, которые захотят купить благовещенцы, волонтеры ждут до 21 декабря. Те, что адресованы ребятам из Центра Мечта, можно приносить на Зейскую 34. Презенты для детей из Константиновского центра «Росток» принимаются на Ленина 97, первый кабинет. Сегодня телекомпания «Город» отмечает свой очередной день рождения. 19-й по счету. С утра принимаем поздравления и тоже готовы удивить своих зрителей. Бутают мнение, что журналисты – стопроцентные гуманитарии и с точными науками не дружат. Чтобы немного развеять этот миф, представляем вашему вниманию «Город в цифрах». Над 30-минутным выпуском новостей ежедневно трудится 16 человек, 7 смелых девушек и 9 терпеливых мужчин. Пять корреспондентов. Три оператора. Три монтажера. Три водителя. Один продюсер. И один самый главный редактор. Раньше всех за час до начала рабочего дня в телекомпанию приходит продюсер. Ее задача – найти больше десятка тем, сделать и принять около сотни звонков в день. Остальным не легче. На то, чтобы создать новостной сюжет продолжительностью 2 минуты, съемочная группа тратит до 3 часов. Один на съемку. Еще столько же на написание текста. Чуть меньше на монтаж. За день корреспондент нажимает на кнопки клавиатуры в среднем до 4 тысяч раз. Оператор, выезжающий на съемки до 10 раз в день, носит на себе 25 килограммов аппаратуры общей стоимостью 700 тысяч рублей. Водители, доставляя журналистов до места съемок, наматывают до 130 километров в день и тратят по 12 литров бензина. Титанический труд монтажеров скрывается в цифровых недрах их мегамощных компьютеров. Втроем они обрабатывают 35 гигабайтов видеоматериала в день. Сколько нервных клеток тратит главный редактор, контролируя рабочий процесс, посчитать так и не удалось. Титанический труд монтажеров Добрый концерт, который состоялся в выходные в ДК профсоюзов, в поддержку обитателей острова спасения удался. Помочь получилось не только животным, как первоначально планировалось, но и детям. 14 ребят из Малиновского дома-интерната на концерт доставили соорганизаторы, сотрудники Благовещенской таможни. Именно на таких мероприятиях, по их мнению, и воспитываются добрые качества. Помимо выступлений творческих коллективов города, ребят ждал сюрприз. На добровольные пожертвования должностных лиц Благовещенской таможни приобрели им в пользование стиральную машинку-автомат, потому что они переехали в новый корпус, где, в принципе, требуются определенные хозяйственные приобретения. А бездомным животным помогли те, кто пришел на концерт. Входной билет стоимостью 100 рублей приобрели более сотни зрителей. Кроме того, в фойе установили урну для сбора дополнительных средств. Деньги потратили на закупку корма и дезинфекционных препаратов для бездомных животных. Под музыку с веселыми конкурсами и полевой кухней, чтобы согреться, в Благовещенске официально стартовал сезон зимних развлечений. Его по традиции открыл ледовый бал на стадионе Амур. Не пропустила события наша съемочная группа, а заодно и выяснила, какие неожиданности могут поджидать новичка на катке. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и братарь. Они сошлись, фигуристы против хоккеистов. Но за место на льду не воевали. Его на самой большой арене города хватило всем. Здесь, на этой ледовой площадке, всем найдется место. Здесь, на этой ледовой площадке, будет весело, будет здорово, будет спортивный задор. И здесь с семьями, друзьями, приятелями можно будет проводить зимнее время. Бесплатный вход, коньки на прокат со скидкой и интересное шоу обеспечили аншлаг. На бал пришли даже те, кто лед впервые в жизни увидел. Очень нравится, потому что одна страна нету. А еще те, кто на коньки не вставал уже очень давно. Геннадий Мурачев, например, пришел с внучкой. Да и сам тряхнул стариной. Я лет 30 не катался. Сегодня попробовал. Ну, получается. Важно, чтобы не просто получалось, а получалось правильно. Любой каток – это прежде всего скорость. А значит, и определенные правила поведения. Тем, кто в своих силах не уверен, в центр поля лучше не выезжать. Иначе можно нарваться на агрессивных конькобежцев. Агрессоры на льду – словно самые умные водители на дороге. Слишком уверены в своих силах. Думают, что могут затормозить в последний момент. Это еще зависит от коньков, как они заточены. Если тупые, то я буду тормозить очень долго. Так что мне проще будет объехать. Если заточены, то нормально затормозить перед ним. Вот только любая заточка может подвести. Поэтому, выходя на лед, всем любителям покататься стоит помнить об элементарной вежливости и аккуратности. Наталья Бернацкая, Наталья Спицына, Андрей Белый. Программа «Город». Эфир программы продолжит рубрика «Время спорта». О событиях из жизни активного Благовещенска расскажет ее ведущая Юлия Мишурнова. А я на этом прощаюсь. Напоминаю, наши новости в любое время дня и ночи доступны на сайте этогогород.рф. Позвонить в редакцию можно по номеру 524202. Всего доброго и до встречи. Добрый вечер. В эфире «Время спорта». Отметить Новый год дракой решили 365 спортсменов со всего Дальнего Востока. На выходных в Благовещенске прошел Кубок города по вольной борьбе, приуроченный к праздничной дате. Положить соперника на лопатки собрались борцы из Республики Якутия и Бурятия, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской, Автономной и Амурской областей. Мерили силой на ковре спортсмены до 15 лет. Для новогоднего Кубка Благовещенска такой возрастной порог – добрая традиция. Эти соревнования, конечно, значимы для Благовещенска, прежде всего для наших спортсменов по вольной борьбе. Потому что приезжает, география широкая, как я говорил, приезжает с разных регионов, в разные школы, от разных тренеров. Ребята борются, испытывают себя, конечно, чему-то учатся друг у друга. Кроме опыта спортсмены получили и награды. Большую часть призовых мест поделили между собой юные борцы Амурской области и Якутии. В воскресенье 80 человек ушли под лед Дзеи. Добровольно. Амурские моржи отметили начало нового сезона традиционным эстафетным заплывом. С берега за ними наблюдал наш корреспондент. И заодно узнал, какие испытания ждут пловцов в новом году и почему зимой приобщаться к моржеванию уже поздно. Первыми в ледяную воду погрузились белые лебеди, а точнее четверо ряженых моржей. Так любители зимнего купания отметили и начало сезона, и грядущий Новый год в придачу. Кстати, в их полку вновь прибыло. Сергей Притуляков – морж-новичок. Первый раз в прорубь залез в ноябре в Талакане. Приобщиться к плаванию решил неожиданно для самого себя на 38-м году жизни. Для здоровья, чтобы не простывать, чтобы иммунитет поднять, чтобы не болеть. В воде плюс один, на воздухе минус 15. Длина проруби 25 метров. Проплыть дистанцию в этот день решились около 80 морозостойких амурчан. А чтобы задача оказалась по силам и стресс пошел на пользу организму после летнего перерыва, моржи открывают новый сезон намного раньше его официального старта. Это начинается постепенно, то есть с сентября месяца. Пока льда нет, начинаешь потихоньку, 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 на заплывы, на заплывы. А потом уже и зимой. Нынешние эстафеты – это еще и отбор самых сильных, быстрых и выносливых пловцов. Из них сформируют команду, которая в следующем году поплывет из России в Японию. Или наоборот – из Японии в Россию. С направлением организаторам очередного марафона еще предстоит определиться. Расстояние по лоцманской карте – 78 километров. Очень сложные течения, которые поперечные, достигают порой 11 километров в час. Это будет наше ключевое мероприятие в этом году. А 24 февраля амурских спортсменов ждут в Лондоне. Тех, кто еще в 2014 году участвовал в заплыве в Беринговом проливе между островом Ратманово и островом Малый Диамид. Им, а также их якутским коллегам, вручат международные награды. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город». По-настоящему интригующим выдался финал Кубка города по хоккею. В завершающем матче встретились команды «Русич» и «Темп». Поболеть за своих собралось больше ста человек. Специально для них на тренировочном стадионе соорудили зрительские трибуны. Такой ажиотаж игра полностью оправдала. К финалу обе команды усилились приезжими игроками. У нас на сегодняшний день в регламенте прописано, что только игроки Амурской области. Но у нас в команде сегодня приехали ребята, к сожалению, живут в Хабаровске, работают и живут в Хабаровске, но прописано здесь у нас в Амурской области. То есть здесь ничего такого нету, это все в пределах правил. То есть мы сегодня оказались просто сильнее, потому что в той команде тоже были игроки такие же заявленные, как и у нас. С самого начала игры удача была на стороне «Русича». На перерыв команды ушли со счетом 2-0. Но уже во втором периоде «Темп» сумел не только отыграться, но и опередить своих оппонентов. По-настоящему жарко стало в третьей 20-минутке. Стартовав с пропущенной шайбы, в середине периода «Русич» сравнял счет. К концу основного времени на табло было 4-4. Судьбу кубка решали булиты. По три у каждой команды. В итоге победной оказалась лишь последняя из брошенных шайб. Ее автором стал игрок «Темпа». Серебро досталось «Русичу», а бронза – команде «Динамо». Я очень рад тем, что популяризация хоккея в Благовещенске, в Амурской области, выходит уже на другой уровень. И мы сегодня это вместе с вами наблюдали. Я думаю, вы сами оценили сегодня, что игра была такая животрепещущая. И это благодаря тому, что у нас начинают появляться площадки крытого льда. Впрочем, отдохнуть спортсменам не удастся. Накануне в областной столице стартовало первенство города по хоккею. Выявлять сильнейших будут среди 12 команд. Их разделят на две подгруппы, исходя из подготовки спортсменов. Победители определят в конце сезона. За ходом турнира обязательно проследим в нашей рубрике. А пока все. В студии была Юлия Мишурнова. Увидимся через неделю во время спорта. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ Днем минус 9, плотная облачность. И снова возможны осадки. Ветер северный сильный. Вечером минус 11, облачно, без осадков. Ветер сохранит направление и силу. А ночью даже усилится. До 15 метров в секунду. Плотная облачность, 11-ти градусный мороз. Холодно ставить окна? Только этой зимой теплый монтаж окон в компании Хоуммастер. Совершенно бесплатно. 533-777 Всем gloomy. Подписывайтесь на наш канал. Доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 차�ин ago.